Всем привет, ребят, с вами Алексей, и мы продолжаем проходить в Сакуру Энджелс. Кажись, мы идём спать. Уже конкретно. Чё-то намечается. Или утро уже? Лучи света просачивались сквозь занавески, отрывая меня от сна. Хотел бы я, чтобы он длился вечно. Ох, я был бы не прочь повернуться на бок и посильнее закутаться в одеяло. Но думаю, мне сейчас есть о чём беспокоиться, не говоря уже вдобавок об опоздании в школу. Итак, начнём новый день, мышка, уйди. А полагаю... Я выкатился из-под одеяла и грохнулся на пол с изяществом ленивцы. Лоу. Вдобавок к этому, во всё ещё ноющей со вчерашнего дня голове, стукнуло в очередной раз, прямо по расписанию. Как же мне хочется отдохнуть от всего этого. Хотя бы разок. Сначала ползком, а затем постепенно вовремляясь в нормальное состояние, а будто бы эволюционируя в реальном времени, я подошёл к окну и одёрнул шторы. Ха! Я посмотрел вниз и увидел пустой сад. Никаких следов костра, повадки или девушек. Может быть, мне это вчера приснилось? Думаю, они не могли бы быть настолько глупыми, чтобы разбить тот лагерь у всех на виду. Одного костра было бы достаточно, чтобы загремить в полицию. По крайней мере, одной проблемы меньше. Слава богу. Точно. Мне не стоит терять больше времени, если я не хочу опять упустить свой шанс нормально позавтракать, как вчера. Растирая грязь под глазами, я направился к ванной. Хороший горячий душ может творить чудеса. Я открыл дверь в ванную и... И там они... Я не сомневаюсь. В принципе. Хико! Что? Ванная занята. На что ты, чёрт возьми, ты уставился? Закрой дверь! Извини, виноват. Я захлопнул перед собой дверь, моё сердце беспорядочно заколотилось. Это было неожиданно. Постой-ка! Что-то здесь не сходится. Я ещё раз распахнул дверь, и открывшееся зрелище снова перехватило у меня дыхание, даже несмотря на то, что я и так знал, что увижу. А-а-а! Что ты делаешь? Извращенец! Я так и знал. Это действительно Хикари. Довольно-таки раздетая Хикари. Не полностью. Она застыла от неожиданности, словно статуя. Мышка, ты меня бесишь. Она довольно... Она была в довольно-таки экстра... Вагантном нижнем белье, если не считать носков, которые она в этот момент снимала. Ха! Ей это идёт. Учитывая, как она наклонилась, мои глаза просто не могли не прилипнуть к её довольно пышным... Кента! А? Её пронзительный голос вывел меня из оцепления, в котором я, похоже, находился. Что? Что я опять делаю? Что ты дел... Что ты делаешь? Закрой уже дверь. Постой. Стоп, стоп, стоп. Разве я не должен спрашивать, что ты делаешь в моём доме? А на что это похоже, умник? Свали уже! Её лицо покраснело. Её практически трясло от злости, хотя она всё ещё стояла неподвижно. Но почему в результате виноват именно я? Эй, не надо на меня злиться. Не припомню, чтобы я разрешал вам свободно разгуливать по моему дому. К тому же, пользоваться душем. Закрой! Дверь! Нет, сначала ты. Закрой! Дверь! Хорошо. А, ну можешь просто... Её глаза угрожающе зверкали. В комнате немного завибрировало. От пугающей силы. Эм... Думаю, это может подождать. А по крайней мере, если я хочу сохранить свой дом в целости и сохранности. Хорошо, хорошо. Виноват. Правда. Мелькнув извиняющейся улыбкой, я нервно смеяюсь. Я снова закрыл дверь. Вчерашний опыт показывает, что иногда отступление лучший вариант действий. Итак, после этой небольшой ситуации, я оказался внизу, где уже находились обе девушки. Стояк, как всегда, радостно улыбалась, в то время как Хикари, похоже, хотела схватить ближайший острый предмет, какой подвернётся под руку, и выпотрошить меня до основания. И опять же, я не виноват. Откуда мне было знать? Итак, вы, ребята, не хотите объясниться? Мм? Она наклонила голову, задаченно посмотрев на меня. Ой, да ладно. Не может быть, а чтобы я был единственным, кому всё это кажется странным. Ну, я к тому, что... Что вы делаете у меня дома? И пользуетесь моими вещами. А, это просто с тех пор, как мы присматриваем за тобой, мы заметили, что по утрам твои родители всегда уходят очень рано, и что ты единственный, кто остаётся дома. Так что мы подумали, что будет не страшно, если мы, ну, знаешь, зайдём, воспользуемся душем и ещё что-нибудь. Значит, вы просто уломились в мой дом. Ахаха, ну это громко сказано. Мы, знаешь ли, позаботились о том, чтобы восстановить окно. А, чтобы восстановить окно? Вы сделали что? Я быстро окинул возглядом о помещении в поисках окон. По крайней мере, ни следа взлома. Господи, что они сделали? Разбили окно кирпичом? Я думал, люди, владеющие магией, более деликатны. Видишь? Всё в порядке. Они, стараясь изо всех сил успокоить меня своим бесконечным оптимизмом, убили руки в бока и ослепительно улыбаясь. Не скажу, что разделяю их энтузиазмом. Я прижал ладонь к лбу, у меня начинала болеть голова. И на этот раз я знаю причину. Кто действительно был... А, это действительно было необходимо? Вы не могли просто помыться с помощью магии или что-нибудь в этом роде? Я ощутил на себе холодные взгляды обеих девушек. Я опять сказал что-то не то, не так ли? Кента, наша магия это не просто удобная вещь, которую мы можем так бездумно использовать в повседневных делах. Хикаре наконец снова заговорила, перестав на меня дуться. Даже чтобы сделать что-то настолько простое, как полёт требуется много сил. А также у нас всегда должны оставаться силы на случай неожиданного падения, как это было прошлой ночью. Ты и правда думаешь, что это хорошая идея, тратить драгоценные силы вместо того, чтобы просто воспользоваться душем? И правда. Однако всё, что я из этого понял, это... Ты сказала, что вы могли бы помыться с помощью магии? Её глаза сузились. Она глубоко вдохнула, её щёки угрожающе надулись. Почему мне вдруг стало страшно за свои уши? Ты идиот! Вместо этого она сделала глубокий вдох поражения. Мои барабанные перепонки спасены ещё на один день. Уф. Ииии... Я мельком взглянул на часы на стене. Всё это представление отняло у меня много времени перед школой. Если я сейчас же не начну завтракать, я могу у него спеть вовремя. Вы, ребята, делаете что хотите. А я собираюсь чего-нибудь приготовить. Так. Я отправился на кухню, но Саяка, проскользнув передо мной, преградила мне путь. Её глаза практически искрились, когда она наклонилась ко мне. Ой, тебе не стоит об этом беспокоиться. Давай лучше мы сделаем завтрак. А примета как наше извинение за ту маленькую неприятность. Эту точнее. Верно, Хикари? Она потянула Хикари за руку. Что? Я не соглашалась на... Верно, Хикари? Она ещё сильнее сжал руку Хикари, а за радостными словами скрывалась беспощадность. О, хорошо. А позволить им готовить, я не уверен. Я не знаю. Ну, попробуем, в общем. Я не знаю, честно. Ни в коем случае. Ну, давай, может быть, что-нибудь хорошего выйдет. Я не вижу в этом никакого вреда. Она, кажется, хочет как лучше, а мне было бы неплохо расслабиться после всего этого напряжения. Конечно. Давайте. Стояка засияла, что прибавило мне уверенности в моём выборе. Я полагаю, ты не пожалеешь. А ты просто расслабься, а мы в мгновение окость сделаем что-нибудь потрясающее. Чё-то я сомневаюсь. С этими словами она, повернувшись на сто восемьдесят, радостно пошла на кухню. Хикари очень охотно брела следом. Я нашёл место в столовой, что была соединена с кухней, и опустился, расслабившись на стул. Всё будет хорошо. Правда? Ну, в любом случае, всё началось вполне нормально. Я услышал звон тарелок и вилок, шум дверок посудного шкафа. Ты вообще знаешь, что ты готовишь? Об этом будем потом переживать. А сейчас добавь ещё вот этого. Я притворю, что ничего не слышал. Звуки неистовой рубки овощей у меня за спиной перемежались испуганными криками Хикари. Перемешались, возможно, а не перемежались. Смотри, где ты размахиваешь этой штуковиной. Ты мне вот так в голову отрубишь. Да всё нормально. А ты уверена, что это можно класть вместе с этим? Конечно, можно. У меня творческий глаз на такие вещи. А оно и должно быть таким зелёным? Ух. Угу. Значит, мы просто поставим это на огонь. Вот так? Я услышал громкий шум о пламени. На какой же сильный огонь они это ставят? Хм. Как ты думаешь? А что вот это за хреновина? Понятия не имею. А, ладно. Всё равно добавь. На кухне стало тихо. Не знаю, хорошо это или плохо. Мне слишком страшно смотреть. Это действительно нормально? Ага. Так и должно быть. О-о-о-о. Что-то взорвалось на кухне. Тонкие стройки едкого дыма поднеслись в столовую. Хм. Туши это быстрее, пока не распространилось. И как мне это сделать? Я не знаю. А попробуй вот это. Вуу. Шум пламени. Я вижу оранжевое, мерцающее боковым зрением. Хм. Нет. Так стало ещё хуже. А как насчёт этого? Может быть. Это может сработать. Или нет. А давай больше без магии, хорошо? На этот раз точно. Без магии. Но тогда я не знаю, что ещё сделать. Хя. А теперь она повсюду. Я услышал всплеск воды. Сильный такой всплеск. А будто её было целое ведро. Всё. Всё закончилось. Ха. Думаю, да. И смотри, еда готова. Я честно не думаю, что это... Я сказал, еда готова. Чё же это будет-то, а? Видимо, закончив свою готовку, они вошли в столовую. У Саяки в руке была тарелка, над которой витало немалое количество пары. А может и дыма. Надеюсь, ты голоден, Кента? Знаешь, мы действительно хорошо постарались, чтобы приготовить это. Она поставила передо мной тарелку с искренней улыбкой на лице. Я думаю, она действительно старалась. Но это нельзя назвать едой. Ох. Это... Эм... На тарелке лежало обугленное, сгоревшее, рассыпчатое нечто, что в каком-то месте должно было быть едой. Такое чувство, что это опасно даже нюхать. За её спиной я увидел Хикари, которая явно была стыдна за эту субстанцию, что они сделали. Полагаю, моя это... Полагаю, это моя вина, что я позволил им приблизиться к кухне. Мне следует взять на себя ответственности... Я даже не знаю, ребята. Вот сейчас я опять съесть это... Отказаться есть еду, я не хочу умирать. Я не знаю, не знаю. Если я съем, то, блин, я скорее не знаю, что с ним... Не знаю, не знаю, вот просто не знаю. Попробуем съесть, попробуем. У меня нет выбора, так ведь? Мне не хочется расстраивать её после того, как она старалась создать, что бы там не было. Итак, приступим. Я дотронулся до этой массы. Она рассыпалась в мелкую пудру при малейшем прикосновении. Ладно. Уверен, что несмотря на абсолютно ужасающий внешний вид, оно не может быть уж настолько плохим. Может быть, там есть что-то съедобное под всеми этими слоями горелого. Я зачерпнул столько, сколько сумел, чтобы оно не рассыпалось. И волевым усилием затолкал себя в рот, несмотря на то, что все мои инстинкты кричали мне этого не делать. Это... Это... Ну, это потрясающе, или что? Стояка наклонилась в ожидании, как только я это проглотил. Думаю, на вкус оно как древесный уголь. Я подавил ромотный рефлекс и улыбаясь кивнул. Правда? Ура, я знал это! Ты должен позволить нам готовить для тебя каждое утро. О боже! Что я наделал? А ведь у меня еще осталась целая тарелка этого добра. Сейчас эти девушки по-настоящему опасны для моего здоровья и нормального бытия. Вскоре завтрак подошел к концу. Возможно, утро началось более оживленно, чем я привык. Вообще, я могу сделать на завтрак, по идее. У меня нет препятствий. Я могу им отказать, а после этого... Не знаю, что будет. Какие варианты. Попробую, может, обе, потому что я даже не знаю, будут ли какие-то последствия в конце. Там, по-моему, есть концовки разные. И, возможно, они зависят от выборов, которые вы принимаете. В общем, оставим все как есть, окей? Как бы, допустим, я не могу вернуться назад. Она прямолинейная, типа. Они могут быть настоящей головной болью, но отчасти было здорово провести утро не в полном одиночестве. Хотя я не собирался им этого сообщать, дабы не поощрять их практическими криминальное поведение, как, например, ломиться в дом. Я отправился в школу. Мэти у хранителя, естественно, со мной. Я уже начинаю привыкать к этому. Не знаю, хорошо это или плохо. По дороге в школу все было спокойно. Никаких монстров и помини. Хотя я все же не мог отделаться от ощущения, что за мной наблюдают. Может быть, паранойя немного разыгралась. Знаете, уже были две попытки покушения на мою жизнь. Уверен, что мне все это кажется. Я пришел в школу, и у меня еще оставалось свободное время. Ха. В первый раз. Саяка и Хикари держались поближе ко мне. Даже очень близко. Я практически ощущал взгляды одноклассников. В них читались мои эмоции от обиды до зависти. Даже представить не могу, о чем они могут подумать. Послушайте. В чем дело? Вам действительно надо быть настолько близко ко мне. Я ценю то, что вы делаете и все такое. Но мне кажется, что в школе я буду в безопасности. Но что если... До тех пор, пока вы не будете так близко, со мной все будет в порядке. Хорошо? К тому же, мне кажется, что монстр не успеет набираться ко мне настолько близко, не устроив перед этим переполох. Хикари затихла. Она серонитно прищурилась и скрестила руки на груди, резко отвернув голову в сторону. Хорошо. Как хочешь. Она... Пронеслась к своей партии и упала на стол, оставив меня вдвоем с Саякой. Эм... Я ее расстроил? А, не волнуйся. Она всегда такая. Дай ей немного времени, и она вернется к своему прежнему, эм... Менее стердитому состоянию. У нее в голове только твоя безопасность, и она просто беспокоится, что что-нибудь случится, если она тебя оставит. Черт, да будь по-то... Да будь по-моему. Мы бы вообще тебя в школу не пустили. Будь по-ионному, типа. Если Ван так решила. Мы бы просто заперем тебя в комнате до тех пор, пока все не кончится. Не думаю, что она понимает, насколько страшно это звучит с ее обычной улыбкой на лице. Хотя ты прав. Наверное, мы действительно тебе уж слишком прохода не даем. Думаю, что в школе мы можем позволить тебе... Себе хотя бы немного расслабиться. Спасибо. Я вздохнул. Они наконец-то начинают прислушиваться голосу разума только чуть-чуть. Отразвенел звонок, объявив начало урока. А по пути к своей парте я прошел мимо недовольной Хикари. Она даже не посмотрела в мою сторону. Жестко. Знаете, мне Хикари напоминает Миё из Сакра Спирит. Помните такую? Я думаю, вы смотрели. Вот там Миё тоже была такая вся злая, постоянно. Только в конце игры она стала более-менее... Как-то. Утренние занятия пролетели в мгновение ока. А скоро перерыв на обед. Я поднялся и зевнул, а тут же обнаружив, что я не один. Да ладно, ребята, мы же говорили об этом. Оба моих хранителя уже окружили меня, как будто утреннего разговора и не было. Очевидно, чтобы пораздражать. В чём дело, Кен-то? А ты не собираешься на обед? Я сам пойду на обед. Вам не обязательно липнуть ко мне. Займитесь своими делами, мне всё равно. Но чем, по-твоему, мы должны? Я не знаю. Чем-нибудь. Да чем угодно. Мне кажется, вы двое слишком привязались ко мне со вчерашними дня. Немного передохнуть было бы весьма кстати. Я и правда рад, что они здесь. А в противном случае, я бы вчера умер ужасной смертью. Но это уже граничит со стал... С чем? Со сталгинком? Со стал... Да, я не могу это прочесть. Со стал... Сука. Я даже не буду упоминать про то, что они устроили лагерь в саду и выломились в мой дом. О, тогда ладно. Я поняла. Хикари тоже. Наверное... Фу. Ну уже, Хикари. Может оказаться весело походить по школе и посмотреть, что здесь вообще есть. В конце концов, у нас никогда не было и шанса побывать в таком месте. Она никогда раньше не была в школе. Да откуда же эти двое взялись? А чем больше я с ней общаюсь, тем больше она говорит как пришелец. Тогда ладно, Кента. Мы пойдем ненадолго, займемся своими делами. А кричи, если мы тебе понадобимся. И постарайся не умереть. Сказав это, она вышла, напевая веселую мелодию. Хикари пошла за ней следом, но предварительно окинула меня холодным взглядом. Окинула. Я прям чувствую мороз по плечам. Брр. И так. У меня получилось. Я каким-то образом убедил их оставить меня в покое. По крайней мере на некоторое время. Но что теперь? Прежде всего, мне наверное стоит не забывать про обед. В противном случае, я просто свалюсь и закончу работу за всех этих подстерегающих меня темных сил. Я направился в столовую. Столовая в обедное время, как можно было ожидать, была переполнена. В обеденное время, конечно же. Топы учащихся занимали ту малую толику места, существующую между нас только же плотно забитыми столами. Я не растерялся и постепенно начал продвигаться вперед мимо огромных волн людей, стоящих у меня на пути. Конечно, добыть еду всегда было нелегко. Наконец, я пробрался в первый ряд и достиг стойки. Естественно, после всех этих учеников передо мной, здесь оставался один очень маленький выбор. Думаю, я возьму либо этот сэндвич, или вот этот сэндвич. Они оба не выглядят крайне аппетитны. А, неважно. Пойдет что угодно, учитывая, сколько я уже не ел. С дешевым безвкусным сэндвичем в руке я осмотрел столы. Как и прежде, они были все заняты. Однако, я увидел одно пустое место в дальнем конце зала за столом, где незнакомое лицо с удовольствием уплетало свой обед. Даже отсюда я могу сказать, что это Саяка. Ее яркие коричневые волосы легко отличить от чьих-либо других. Я нигде не вижу Хикари. Должно быть, на время перерыва они решили заняться каждым своим делом. Думаю, если я хочу поесть здесь, то единственный мой выбор это стол Саяки. Но действительно ли мне хочется тут есть? А здесь шумно, я с трудом могу даже думать. А к тому же, она меня еще не заметила, абсолютно увлеченная поглощением пищи. А может быть, я смогу выскользнуть на крышу, где без сомнения будет и разу спокойнее? Смысл в том, что на крыше я буду не в безопасности, поэтому мне, скорее всего, стоит сидеть вниз за стол. Серьезно. Там я буду не в безопасности, и там, возможно, потом Хикари появится. Ну, не знаю, в общем, на самом деле. Экшон там будет. Я скорее... Ну, в общем, если там будет что-то нехорошее, то я, скорее всего, наверное, вернусь. Я не знаю, честно говоря. Че мне выбрать-то, а? Пошли на крышу я еще. Значит, крыша. Здесь слишком шумно, и к тому же, у меня есть ощущение, что если я сяду в Саяки, будет только хуже. Я прокрался мимо нее и направился к лестнице. Хотя это было несложно, учитывая то, как она была влечена обедом. Чем выше я поднимался по лестнице, тем тишь остановилась вокруг, пока в конечном счете, а от громких гул учащихся не стих до приглушенных голосов внизу. А, наконец-то спокойствие. Я вышел на крышу. Легкий ветерок ласкал мое лицо, в то время как солнце высоко светило и почти в безоблачном небе. Здесь идеально. Только, кажется, я не единственный, кто решил сюда прийти. Я так и знал, так и знал. Хикари стояла на краю крыши, оповернувшись лицом наружу, и пристально смотрела вниз на бесчисленных людей. Учитывая, как внимательно она их рассматривает, я догадался, что она стоит на страже. А, должен признать, меня восхищает ее преданность этому делу. Я действительно чувствую себя в безопасности, знаю, что она так серьезно к этому относится. Она так занята своим делом, а что похоже, она меня еще не заметила. Не пытаюсь особо скрываться, я подошел прямо к ней. Ничего. Она далеко отсюда. Я вытянул руку и легонько хлопнул ее по плечу. Йоу. Яаа. Она подпрыгнула на полметра в воздух от моего прикосновения, издав пронзительный крик. Эм, наверное, слишком бурная реакция. Или я настолько страшный. А с рукой на груди, будто сдерживая сердце, а чтобы оно не выпрыгнуло наружу, она повернулась ко мне. Ее суровый вид немного смягчился, когда она поняла, что это я. Но только немного. Она все еще выглядит довольно безумно. Ох, Кента, это всего лишь ты. Не пугай меня так. Тебе повезло, что я тут же тебя не искала шматила. Я с улыбкой почесал затылок. Я и правда напугал ее. Виноват. Но ты, похоже, была не здесь. А стоишь на страже? А? На минуту ее глаза вернулись туда, куда она смотрела до этого. Да. Даже несмотря на то, что в самой школе пока что спокойно, никогда не знаешь, откуда может напасть враг. Спасибо. Я ценю это. Не за что. Я делаю это ради сохранности всей школы, знаешь ли. Не только ради тебя. Ее лицо покрасилось интересным оттенком розоватого. Ее довольно... А просто смутить, да? Да-да. Я понял. Потому что если у нас с Аякой хватает плечи, хотя бы скрывать свои силы перед обычными людьми, то я не могу сказать, что... Того же про тени. А то, что они попытались напасть на тебя посреди бела дня, уже достаточно скверно. Я просто вообще ничего не понимаю. Это противоречит всему, что мы о них знаем. Она резко вздохнула и повернулась, чтобы снова наблюдать за школой. Я открыл рот, чтобы что-нибудь ответить. Но низкий уручающий звук прервал меня. Хикари? Да. Ответила она, не поворачиваясь. Ее уши явно горели. А было сложно понять, откуда взялся этот звук, учитывая то, что я не видел поблизости каких-либо признаков еды. А ты не обедала еще? Тишина. Думаю, я попал в точку. Я не виновата. Эта столовая такая шумная и грязная, что я больше ни минуты не могла там оставаться. Не понимаю, как Саяка может там есть по своей воле. В любом случае, у меня есть дело поважнее. Ты действительно сможешь сражаться с пустой... Пустой желудок? Конечно. А кто я, по-твоему? У нее снова завышало в животе. Свидетельствую я против нее. Хорошо, может быть я немного голодна. Но я не поеду обратно в эту помойку. Ой. Я знаю, там иногда бывает довольно много народа, но она делает из столовой нечто гораздо хуже. Думаю, она действительно не переносит толпы. Толпы. Я развернул сэндвич, про который чуть не забыл, и откусил. Мне бы не хотелось самому забыть про обед. Хикари внимательно смотрела на меня, пока не откусывал его несколько раз. То и дело, посмотревая на сэндвич. Я практически увидел голод в ее глазах. Я остановился перед очередным укусом и протянул сэндвич ей. Я чувствую себя ужасно, поедая его напротив Хикари. И думаю, если я не поделюсь, она просто в какой-то момент вырвет у меня его из рук. Может, хочешь немного? Я могу поделиться, если хочешь. Она разинула рот и нахмурилась в размышлении, будто всерьез обдумывая предложение. А готов поклясться, у нее чуть ли слюни не потекли. Она пришла к решению с обрывистым и отвернула голову в сторону. Мне следовало этого ожидать. Не говори, чепухи. А с чем бы мне хотеть что-то, что ты обслюнявил? Я лучше буду голодный, чем... Чем... Ее живот взывал к еде. Ладно, хорошо. Может быть, чуть-чуть. Я отломил половину, и она неохотно взяла его. Спасибо. Полагаю... Спасибо, полагаю, короче. Думаю, ей еще не приходилось говорить что-нибудь вроде этого. У нас наконец-таки наметился премьерез. Как бы тут написано «конец-то». Должно быть «наконец-то». Я не мог не улыбнуться. Смотри эту отвратительную лыхмолку со своего лица. Не знаю, о чем ты там думаешь, но уверена, что это что-то неприличное. Проворчала она перед тем, как яростно вырвать зубами кусок от сэндвича. Ребят, в общем, у меня, как обычно, уже все в горле. Капец. Я читать нормально не могу. Я уже слава проглатываю и, бывает, пропускаю или читаю неправильно. В общем, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok